Нью-Кассел Юнайтед против Шеффилд Юнайтед Уорнок смотрит, как атакует его команда Затем уже приходится наблюдать, как его команда обороняется Подача и шар Нзогби попадает в перекладину Растерялся голки про Шеффилда Пэдди Кэнни И в итоге вполне мог Нью-Кассел и пропустить Фрагменты второго тайма тем временем уже на ваших экранах Ну вот и Шеффилд несколько осмелел Футболисты Шеффилда решили тоже атаковать почаще ворота Нью-Кассела Тем более, что оборона Нью-Кассела это такое понятие не слишком страшное Это оборона вполне даже проходимая Вот пробил уже и хорошо пробил по чужим воротам Дани Уэббер И сразу же подскочил Нил Уорнок Так же, как и его помощник Стюарт Макхоу Известный в прошлом футболист сборной Шотландии Еще один хороший удар по воротам Это Лайджерт Вуд С левой ноги, но выше перекладины А затем все-таки Шеффилд себя проявил Причем проявил так, что, наверное, вряд ли это понравилось сопернику Атака, комбинация Ник Монгомери находит Дани Уэббера точной передачей И Уэббер переправляет мяч в сетку 1-0 в пользу Шеффилда Причем я напомню, что Шеффилд играет с Нью-Касселом в гостях Падение головы пробил в угол И послушайте, какие крики стали праздновать этот успех Футболисты Шеффилда как раз рядом с микрофоном на окраине поля, на обочине Осмелели после этого успеха футболисты Шеффилда И еще одну атаку они проводят К воротам в конце концов вывели Куина Мяч попадает в штангу Хорошая была возможность у Куина Отметим опять-таки отличную передачу Лейджертфуда Футболисты Нью-Кассела проигрывают Болельщики Сорок уходит с поля, покидают Сент-Джеймс Парк Секунды тают И в конце концов Нью-Кассел проигрывает Опять проигрывает и болельщики негодуют Шеффилд победил 1-0 У фанов есть право быть недовольными и мной, и игроками, признает Глен Рёдер И я принимаю всю ответственность на себя и буду так делать и в дальнейшем Я очень горжусь тем, что мы сумели одержать первую победу в премьер-лиге на выезде, рассказывает Ворнок Но еще больше мне понравилось, что ребята хорошо играли